В апреле в строительстве проектно-конструкторского технологического бюро Савалмаш стартовал новый этап – работа по благоустройству территории. За пределами строительной площадки Савалмаш, там где ранее была выполнена врезка в систему водоснабжения, началось благоустройство разрушенной территории. Был выровнен грунт, высажены деревья, заасфальтирована площадка под парковку. В конце апреля на строительную площадку были доставлены все четыре пассажирских и грузопассажирских лифта. После того, как лифты будут смонтированы и запущены, компания существенно снизит расходы на подъем грузов на верхние этажи. Главная задача в строительстве сейчас – это подключение здания к инженерным сетям. Для этого на участке постоянно ведутся земляные работы. Внутри здания в течение месяца монтировались гипсокартонные перегородки, наличники, плентуса, стекла дверей. Началось благоустройство лестничных маршей. Шли работы по формированию рабочих участков, уборке помещений. В испытательной лаборатории продолжились пусконаладочные работы и монтаж специализированной мебели. Компания Савалмаш приобрела вилочный погрузчик и теперь может полноценно использовать складскую территорию. Скорость строительства зависит сейчас только от темпов финансирования. Оплачивайте рассрочки досрочно, приглашайте в проект новых инвесторов, чтобы скорить строительство. В апреле на строительной площадке Савалмаш побывали два известных блогера. Первый гость – Ян Арт, главный редактор ютуб-канала «Финверсия», посвященного финансам и инвестициям. Он заинтересовался проектом после того, как в эфире его канала выступил Александр Сударев. Для Яна Арта была проведена экскурсия по строящемуся по КТБ с подробным рассказом о площадях и деятельности компании. Он лично пообщался с Дмитрием Дуйновым и Александром Сударевым, получил ответы на самые популярные вопросы о проекте. После этого на канале «Финверсия» вышел большой репортаж о Савалмаш. Еще одним гостем стал автор ютуб-канала «Глобальная волна» Ярослав Старухин – популяризатор новых технологий. Он посетил стройплощадку уже не в первый раз. Экскурсию по строящемуся объекту провел для него Дмитрий Дуйнов, который рассказал, как движется строительство. Видео было опубликовано на канале «Глобальная волна». В апреле в личном кабинете был запущен новый функционал. Это возможность конвертации средств на основном счете в инвестиционные доли и возможность оформить наследство в личном кабинете. Если на вашем основном счете остались средства после оплаты рассрочки, которые недостаточны для покупки нового пакета, то вы можете обменять их на инвестиционные доли и тем самым поддержать проект. Функционал конвертации доступен на главной странице личного кабинета. Другой новый функционал – «Наследование». Позволяет передать наследство любому человеку. Ваши оформленные и неоформленные инвестиционные доли, средства на основном и партнерском счетах, ваш аккаунт в личном кабинете вместе с партнерской структурой и возможностью управлять счетами. Оформить наследование можно в профиле личного кабинета. По всем вопросам, связанным с новым функционалом, обращайтесь в нашу техническую поддержку через онлайн-чат личного кабинета. Solar Group анонсировала конференции, которые пройдут в Латинской Америке при личном участии топ-менеджеров компании. 27 мая конференция состоится в Перу, 3 июня – в Эквадоре. В мероприятиях примут участие топ-менеджеры Solar Group Павел Филиппов и Павел Шацкий, руководитель производственной кооперации «Ресурс» Андрей Лобов, национальный партнер компании в Перу и Эквадоре Миссимильяна Вивиана Рассини и ведущий партнер в Эквадоре Марта Криспин Кальдерон. Участники конференции смогут пообщаться с руководством компании, инвесторами и партнерами из своей страны, узнают последние новости проекта, увидят двигатели с совмещенными обмотками. 30 апреля заканчивается действие опции «Подарок другу», которое было доступно в проекте несколько лет. До этого времени еще можно пригласить в проект новых участников и получить за это денежное вознаграждение. С 1 мая возможность приглашать в проект новых участников останется, но без получения подарков. Напомним, что согласно опции, приглашенный друг получает на основной счет в личном кабинете 20 долларов, если он вовремя пройдет регистрацию, верификацию и инвестирует. Тот, кто пригласил нового участника, получает 5 долларов на партнерский счет, после того, как друг верифицируется в личном кабинете. Опция «Подарок другу» доступна на главной странице личного кабинета. Успейте воспользоваться ей. Заканчивается действие апрельской инвест-гонки Solar Group запущенной, чтобы ускорить финансирование строительства по КТБ Савалмаш. В ней участвуют инвесторы из России, Вьетнама, Индии, Болгарии, Германии, Австрии, Швейцарии и Лихтенштейна. Граждане этих стран получают купоны за инвестиции, совершенные в период с 1 по 30 апреля. 5 мая между обладателями купонов из России мы разыграем мотоцикл с двигателем на Славянке и 2 млн 300 тыс. инвестиционных долей. Для каждой страны предусмотрен свой призовой фонд. Успейте поучаствовать до конца апреля, получите возможность выиграть ценные призы и поддержите строительство по КТБ Савалмаш. Подробности по ссылке в описании к этому ролику. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!